Привет! Когда мы говорим Израиль, мы представляем безжизненную пустыню, песок, камни, пальмы, Средиземное или мёртвое море, но никак не горнолыжный курорт. А ведь он в Израиле есть. Настоящий, с головокружительными спусками, с подъёмниками и с настоящим ненасыпным снегом. Итак, мы направляемся на гору Хермон. Поехали! Итак, мы едем на север Израиля, на гору Хермон, которая возвышается на 2236 метров над уровнем моря. Это самая высокая точка на территории Израиля. То, куда мы сегодня направляемся, это лишь небольшая часть горы Хермон. Большая её часть принадлежит Сирии. Таким образом, мы едем в приграничную зону голландских высот. Есть только одна дорога, ведущая горнолыжному курорту – трасса номер 98. А вокруг типичные для Израиля зимние пейзажи – зелёная трава и цветущие луга. Даже не верится, что через несколько километров всё будет усыпано снегом. Снег на Хермоне лежит всего два месяца, а горнолыжные трассы открываются примерно на месяц. Дорога начинает подниматься в гору, становится заметно холоднее. На въезде в приграничную зону есть ворота, которые закрываются в 3 часа дня. Чтобы проехать через эти ворота, нужно предъявить билет на горнолыжный курорт, который куплен онлайн. Если у вас нет такого билета, вас просто развернут обратно. Погода изумительная. Снега в этом году на Хермоне очень много. По прогнозам, он будет лежать до конца марта. Посмотрите, какая красота! Не верится, что мы в Израиле. В сезон есть вероятность на подъезде к курорту простоять в пробке пару часов. Мы приехали рано. Курорт открывается в 8 часов. И мы приехали немного раньше времени. Ещё один пропускной пункт. Раньше здесь продавали входные билеты. А сейчас, когда билеты можно купить только онлайн, здесь только проверяют их наличие. Ну вот, наконец-то мы въехали на парковку. Отсюда до входа на Хермон нас отвезёт бесплатный автобус. Мне не терпится встать на лыжи. Хорошо, что у нас своё снаряжение. Иначе нам пришлось бы ещё час стоять в очереди за лыжами и ботинками. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Некоторые толкователи Библии Горой преображения Иисуса считают не гору Тавор, как общепринято, а вот эту гору Хермон, самую высокую на Святой Земле. Я не претендую и на тысячную долю святости Иисуса, но именно здесь, вдыхая этот воздух, я чувствую преображение.